В этот день, 15 июля, родились Мария Ермолова, знаковая актриса эпохи, первая народная артистка РСВСР Леонид Красин, большевик-подпольщик, известен на организации так называемых «Эксов», грабежей с целью выполнения партийной кассы Позже — народный комиссар внешней торговли Анатолий Пепеляев, военный деятель белого движения, брат Виктора Пепеляева, премьер-министра правительства Колчака 15 июля 1240 года между шведами и новгородцами состоялась битва на реке Неве Новгород содержали победу, а их князь Александр Ярославович получил прозвище «Невский» 15 июля 1822 года открылась знаменитая Нижегородская ярмарка 15 июля 1923 года в Советском Союзе открылась первая воздушная линия по маршруту Москва-Нижний Новгород В начале 20 века надежда на технический прогресс захватила всю Европу Только что появился и кинематограф, электричество В моду вошли краги, большие кожные перчатки, какими пользовались водители авто Россия захлестнула увлечение авиационными шоу Десятки тысяч людей, питерцев, с ревом низкого восторга, смяв всякую охрану Неслись по влажной весенней траве, западив свою вопящую, рукоплещущую на бегу массу И солдат стартовой команды, и горстков французов, и русских членов аэроклуба Неслись туда, где торопливо видя это приближение То выскакивал наружу, то вновь испуганно вжимался в свою маленькую ванночку-гондолу Сам месье Геберлатан Такими словами писал прозаик Лев Успенский Двухминутный полет французского летчика Геберлатана, состоявшийся в 1910 году Россия на удивление быстро включилась в форму к облакам Молодой конструктор, практически вундеркинд, Игорь Сикорский Успел определить французов и американцев Сконструировав первый в мире пассажирский самолет Илья Муромец Да еще первый многомоторник В феврале 1914 года состоялся его полет с 16 пассажирами на борту Би-план, переделанный из бомбардировщика, мог удивить любого взыскательного пассажира Он вмещал в себя комфортабельный салон, ресторан, спальные комнаты и даже ванны Наступившая Первая мировая революция, гражданская война притормозили дальнейшее авиационное развитие В разоренной стране за 1921 год было произведено всего лишь 43 самолета и 8 моторов Совет народных комиссаров планировал установку первой воздушной линии Москва-Кенигсберг Для почтовых и дипломатических целей Но правительственных средств на реализацию идеи не было Однако энтузиасты нашлись Первую воздушную линию, связавшую Москву и Нижний Новгород, организовало товарищество «Авиакультура» Летчики из числа влюбленных в дело арендовали три заграничных самолета И за два летних месяца совершили 85 полетов, осуществив доставку 405 пассажиров Однако средств на дальнейшее развитие у пилотов не было Благо на дворе была эпоха НЭПа с ее относительной свободой И товарищество заменили акционерное общество, организованное на частные средства граждан и государства Так появилось общество «Добролет», устав которого гласил Для развития гражданского воздушного флота в пределах СССР путем организации воздушных линий, перевозки пассажиров, почты и грузов, производства аэрофотосъемок и иных отраслей применения на основе отечественной промышленности На 500 тысяч рублей золотом уставной капитал общества было закуплено 14 самолетов марки «Юнкерс» Каждый из них имел свое название «Промбанк», «Червонец», «ВСНХ» и «ОДВФ» — «Общество друзей воздушного флота» 15 июля стал днем успешного старта четырех аэропланов «Юнкерс» летали осторожно Один-два рейса в день за скоростью 140 км в час На высоте не более 300 метров Чрезвычайных происшествий за время эксплуатации не было Спустя две недели газета «Нижегородская коммуна» писала «Регулярные рейсы организует теперь общество «Добролет» Силами, энергией и самопожертвованием рабочих и крестьян И этот факт, что наша машина пришла в Нижний, в самый день открытия ярмарки Это символ воплощающих в жизнь наше движение на восток Из Нижнего мы должны развить движение по Волге, на Каспии, в Среднюю Азию, на Дальний Восток Установить воздушную магистраль на Владивосток Несмотря на то, что стоимость билетов в разы превышала стоимость проезда по железной дороге в спальном вагоне Недостатков пассажиров не было Все билеты на самолеты раскупались на две недели вперед И это была еще заря советского авиасообщения Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова